Когда красота и прочность, покрытия сплелись воедино. Керамогранит для пола. Керамогранит для пола является производным керамической плитки с улучшенными характеристиками прочности, износостойкости и целым набором декоративных и прикладных качеств. Все чаще в интерьерах встречается именно это напольное покрытие. Давайте узнаем секрет керамогранитной плитки и все ее преимущества. Технология производства. Как делают качественные напольные покрытия. Параметры изготовления керамогранита схожи и вместе с тем отличны от производства керамической плитки. На выходе получаются прочнейшие изделия. Для получения керамогранитного покрытия в рецептуре используют тугоплавкую глину, как вяжущий элемент, коалин, как вещество для прочности, кварцевый песок, как наполнитель, измельченный полевой шпат для снижения температуры спекания и ответственное вещество за стекловидную фазу в процессе и, конечно же, пигменты, окрашивающие изделия. Производство укладывается в несколько этапов. Сначала замешивают нужные ингредиенты в неких пропорциях. Вся масса дробится до определенной фракции. После все смешивают с водой и электролитом. Затем состав подлежит высушиванию при температуре свыше 600 градусов. Вся смесь с влажностью до 7% попадает в пресс-формы. Сначала под давлением из порошкообразной смеси удаляется воздух. Затем давление увеличивается до 400 кг на сантиметр квадратный. В результате у изделий получается низкая пористость и большая плотность. Следующим этапом идет окрашивание и нанесение веществ, делающих плитку глазурованной, лощеной. После начинают сушку под температурами в плюс 500-600 градусов. Затем наступает важнейшая фаза обжига. Эксплуатация керамогранита для пола. Качества и характеристики. Все характеристики соответствуют ГОСТу. Р57-141-2016. Плиты керамические. Керамогранитные. Технические условия. Действующий норматив по состоянию на январь 2019 года. Рассмотрим те характеристики, которые делают это покрытие столь привлекательным для облицовки пола. Прочность и устойчивость к истиранию. Прочность керамогранита настолько высока, что его можно укладывать и вне помещения. Заявленный показатель составляет 100 циклов. Это число скажет больше, если посмотреть на показатели морозостойкости бетона всего 55 циклов. Если брать шкалу МОСа, то показатель равен 7-8, как у корунда. Керамогранит не повреждает кварцевый песок, который считается твердым природным абразивом. Облицовка по толщине должна быть не менее 8,5 мм, так как ударная упругость этого материала равна обычной керамике. А вот прочность на изгиб превышает керамику в полтора раза, а природный гранит в три раза. В основном выпускают керамогранит с износостойкостью 4-5 классов, поэтому пешеходная нагрузка по сути беспредельна. Если встречается изделие третьего класса, скорее всего оно глазурированное. Таким покрытием облицовывают кухни, ванные, туалетные комнаты. Влагоустойчивость и сопротивление нагрузкам О влагопоглощении сообщает число 0,05%. Это также говорит о высокой морозостойкости, о возможности спокойного контакта с бытовой химией, любого типа и морской водой. Параметр влагоустойчивости играет важную роль. Там, где облицовку делают в неотапливаемом помещении или в местах, где высок уровень влажности. Вода, которая просачивается внутрь, постепенно разрушает материал, потому этот показатель очень важен. У глазурованного и неглазурованного керамогранита разные показатели влагостойкости. Нужно всегда обращать на это внимание при выборе покрытия. Говоря о твердости, керамогранитного изделия ориентируется на показатель 7 баллов из 10 по сопротивляемости нагрузкам. Здесь важна плотность, которая равна 1400 кг на метр кубический с удельным весом 2,25 на 2,45 г на сантиметр кубический. Прочие характеристики Важно знать, насколько скользким будет пол. Матовые неполированные марки дают показатель R10. Глазурованные в R7 сухое состояние плиток дает электропроводность, равную нулю. При влажном состоянии этот показатель равен электропроводности жидкости. Есть и параметр химической стойкости с максимальным значением EAA. Важно! Плесень и грибок не жалуют керамогранитные полы. Какие бывают виды напольных плит из керамогранита? Способ производства и сырьевые компоненты очень влияют на декоративность изделия. Можно приобрести гомогенные по составу плиты, которых пигмент добавляют еще на этапе замешивания, или двухслойные с частичным окрашиванием. В этом случае цвет нанесен только на лицевом слое изделия. Эстетика глазурованного герамогранита соответствует керамической плитке, только с гораздо большей износостойчивостью верхнего слоя. Лицевая поверхность бывает матовой, то есть не полированной. Эта разновидность смотрится не особенно эстетично, но эксплуатационные характеристики высоки. Глянец на поверхности уполированной плитки получают методом спекания до состояния стекловидной структуры на поверхности, или же готовый материал шлифуется алмазными дисками. Лощеный вариант получают минеральными солями и кислотами, которые наносятся на лицевую сторону перед процессом обжига. Получается интересная поверхность, напоминающая сатин. Этот вариант менее износоустойчив по сравнению с прочими и подходит только для домашней облицовки пола. Лопатированный керамогранит довольно дорогостоящий. Для получения декоративного эффекта нужно обрабатывать изделие особыми кислотами и все зашлифовать. Узоры будут неповторимыми. Факторная плитка повторяет своей поверхностью текстуру древесины, камня, текстиля. Интересный вариант – ректифицированный. Этот тип может быть применен к любому керамограниту. Суть заключается в идеальной подгонке краев плитки с отсутствием видимых швов. Покрытие становится монолитным. Но несмотря на внешнюю красоту, такой вариант не подходит там, где есть температурные колебания или подогрев пола. Мозаика в качестве покрытия пола наиболее прочна. Внешнее и механические воздействия такой вариант отделки выдержит без проблем. Эстетика мозаичного пола тоже вне конкуренции. Достоинства и недостатки керамогранита в качестве пола Давайте взвесим все за и против керамогранитной облицовки пола. Плюсы – отменная прочность и износоустойчивость. Сколько бы ни ходили по такому полу, он не истирается. Бесподобные декоративные качества. Низкая влагопоглощаемость. Морозостойкость. Можно с успехом отделать уличную веранду и не переживать за сохранность покрытия круглый год. Минусы – дороговизна. Для укладки крупноформатных плит нужен клей особой марки. Тяжелый вес упаковок. Сведения о формате и толщине. Формат у производителей разный. Покрытие 60 на 60 см квадратных требует идеально выровненного основания. Изделие 30 на 30 см может быть уложено на пол с незначительными неровностями на плоскости, скрыв их. Универсальная плита со сторонами 45 см монтируется на любой площади. А вот размер 5 на 5 см создан для мозаик. Также можно встретить нестандартные размеры, если они актуальны. Что касается толщины изделий, то она составляет от 7 до 30 мм. Дополнительные возможности декоративного пола. Имитация керамогранитной плиткой разных материалов. Чтобы дизайн квартиры сделать еще оригинальнее, можно изначально рассматривать варианты приобретения и имитации природных текстур. Можно купить керамогранит под мрамор или другой природный камень. Текстура под дерево смотрится очень благородно, что дополнено к качествам прочности. Имитация кожи новая. Часто такие изделия используются под зонирование пространства и сочетаются с другим типом поверхности или текстуры. Имитируют также и ламинат, и бетон, и кирпич. Советы по выбору керамогранитного покрытия. При выборе все обычно смотрят на внешний вид покрытия. В то же время следует больше внимания уделить толщине плиток. Для домашнего использования на долгие годы подойдут изделия толщиной свыше 8 мм. Необходимо учитывать и место размещения внутри или снаружи здания. В магазинах продаются универсальные варианты. А вот параметр скользкости разнится. Если плитку будут класть в сухом помещении, можно брать маркировку R6. Для улицы или для влажных помещений присматривают маркировку R9. При покупке следует проверить геометрию изделий. Для этого вынимают 3-5 образцов из разных упаковок и складывают их стопкой. После выравнивания будет видно наличие или отсутствие дефектов. Монтаж напольного покрытия керамогранита этапы работ Укладка пола из керамогранита практически идентична монтажу керамики за исключением некоторых нюансов. Важную роль играет вес каждой плитки, которая в совокупности состоит довольно тяжелое покрытие. Под него требуется добротное недеформируемое основание. В качестве базы для такого массивного пола делают цементно-песчаную стяжку. При работе постоянно нужно пользоваться строительным уровнем. Основание нужно подготовить, очистить от строительного мусора, убрать материалы, которые помешают адгезии, и обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. После ее высыхания начинают укладывать пол. На клее должна быть пометка, что он может использоваться для работ с керамогранитом. Клеящее вещество наносят и на плитку, и на само основание зубчатым шпателем подходящего размера. Чтобы контролировать толщину шва, пользуются крестиками. Обычный шаг между плитками составляет в помещении 1 мм, на открытой террасе 2 мм. По свежевложенным полам не ходят, нужно выдержать 24 часа. Нужно ли ухаживать за керамогранитным полом? Несмотря на заявленный долгий срок службы и устойчивость к истиранию, следить за состоянием пола будет не лишним. Желательно производить обработку поверхности воском, а мыть пол с добавлением в воду масла лимона. Чтобы отполировать плиты, нужно поработать войлоком. Важно! Парогенератор прекрасно очистит шероховатую поверхность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова